Жители края не должны переплачивать за услуги ЖКХ. Сегодня на планерке в правительстве Ставропольского края обсудили неожиданную проблему. Плановый рост тарифов утвержден с 1 июля, значит первые платежки с новыми суммами придут лишь в августе. А некоторые жители жалуются, что цифры к оплате выросли уже сейчас. Почему такие манипуляции недопустимы и о чем еще говорили участники? Сюжет Анастасии Ивановской. Перед началом традиционной планерки внеочередное заседание краевого правительства. Вопрос неотложный. Поддержка плодоводства. Оно на Ставрополе сейчас на подъеме, но требуются дополнительные инвестиции. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края, занимающиеся питомников в обществом, испытывают дефицит финансовых средств, что является сдерживающим фактором их развития. Для проведения работ в питомниках требуется спецтехника, которая достаточно дорогостоящая. Господдержка для плодовых питомников станет дополнительным стимулом развития, уверены в Минсельхозе. Инициативу в правительстве поддержали. Теперь слово за депутатами. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании 21 июля. Сельского хозяйства начинается и разбор самых важных тем на еженедельной планерке. Только теперь в центре внимания уборка зерновых. В работу агрария в то и дело вмешиваются дожди, но жатва продолжается хорошими темпами. Но вместе с тем на сегодняшний день Ставрополье перевалило первую половину. То есть мы убрали миллион гектар озимых культур. Валовый сбор составил 4 миллиона 200 тысяч тонн, средняя урожайность 43 центера. В прошлом году она составляла 36 центеров. Уборку уже полностью завершили в Нефтекумском районе. Баловой сбор превысил 200 тысяч тонн. Аграрии Левокумского, Апанасенковского и Буденновского районов тоже заканчивают работу. Прогнозы на окончание кампании оптимистичные. А вот в более отдаленном аграрном будущем на заседании разглядели возможную проблему кадровую. Есть вероятность, что молодых специалистов скоро станет не хватать. Сельхоз районы, это касается вас, главы. Значит, вникать, вы просто самоустранились, забыли, чем надо заниматься. Практически мы не готовим себе никакую замену. Я считаю, что этот вопрос необходимо поднять. Значит, и этим вопросом надо заниматься. Мы еще не видим картину, какое количество поступивших. Безусловно, многие попытались поступать сейчас в столичные города, в военные училища. Следующая тема ЖКХ. С 1 июля на Ставрополе, как и по всей стране, выросли тарифы на коммунальные ресурсы. Первые платежки с новыми расчетами должны прийти только в августе. А в некоторых районах жители уже столкнулись с повышениями. Документально мы еще не получили, но предупреждаю, что те организации, которые допускают изменение тарифа, уже вносят платежки населению в июле месяце, эти организации будут наказаны. В региональной тарифной комиссии намерены тщательно следить за ситуацией и жестко реагировать на все нарушения.